Привет всем! С вами ваша Silver Butterfly, Серебряная Бабочка. Сегодня я буду рассматривать аромат не для женщин, но все равно такой классный, что стоит о нем рассказать. Это будет мужской аромат, с которым я не знакома, но хочу с ним сама познакомиться и почувствовать то время, когда оно было создано, вернее, когда он был создан. Речь пойдет о бренде Valenciaga, один из самых моих любимых брендов в моде, наряду с Armani, конечно же, Giorgio Armani. Почему? Потому что это классика, которую, ну, просто нельзя произойти. Что же касается Valenciaga, у меня, по-моему, было два парфюма. Один Valenciaga с такой золотой крышкой. И теперь, опять же, я пинаю себя, потому что я от него избавилась, а теперь его не найти нигде. Так что, вот смотрите, если когда-то у вас есть аромат, и он вам или надоел, или вы думаете, что он вышел из моды, его вы задвинули, а потом решили просто передарить, или просто отдать кому-то, подумайте еще раз, может быть, через 10 лет он опять станет актуальным. Или, по крайней мере, вам захочется вернуть память того времени, а у вас этого флакончика-то и нету. И вот в этом все. В памяти о хороших ароматах и даже в использовании. Но не будем тянуть резину. Я покажу вам, что я купила. Это Valenciaga по Ом. Valenciaga для мужчин. Я сама боюсь аж открывать, потому что вдруг мне не понравится, что в ней говорить. Изображать радость на камеру? Я даже не знаю. Обычно я всегда в восторге от многих парфюмов, почти от всех. В крайнем случае, если я даже не в восторге, я просто говорю, ну, может быть, никакой, или там у него есть шанс. Но когда уж что-то мне нравится, уж что-то мне нравится. Почему я его взяла? Да потому что скоро этот последний из магикан просто перестанет даже мелькать на полочках. И кто же узнает об этом? Кто же вам расскажет об этом, кроме меня? На данный момент я вижу мало людей, которые рассказывают о ароматах классики. И, может быть, у кого-то он даже был. У меня не был. И из моих мужчин ни у кого не было такого. Но, тем не менее, видите, он как-то очень трудно, опс, открыла. Я даже начала теперь делать так, что я наношу на кожу, чтобы хоть что-то распознать, потому что, а как же иначе? Я смотрю одного англоговорящего блогера, который, знаете как, он вроде как почти как копия меня, но только рассказывает про мужские ароматы из той эры. И он тоже заточен на том, чтобы не гоняться за супер дорогими нишевыми, хотя он тоже в теме, так же, как и я, он знает об этом во всем. Но главное в его рассказах – это события, люди и то, что было связано с этим ароматом. То есть аромат – это как дополнение, а в основном это идет как дневник о жизни и о эмоциях, так же, как у меня. У меня идет даже больше как не парфюм обозрения, а как дневник, мой собственный дневник с дополнением бутылочек и рассказов о нем, о нем. Не просто описание, а какие-то мысли дня, то, что мне влетает в голову, я транслирую миру. Так, ладно, наносим. Ой, как обильно я нанесла себе. Так, сейчас, сейчас разольется, секундочку. Так, пока закручивала крышечку, надела два кольца для довершения имиджем. Ну, какой-то кайф. Я ничего не могу с собой поделать. Если аромат неиспорченный, и если он передает то время, не то, что вот там типа а-ля вспомнила молодость, нет, а вот именно сам запах по себе, он как бы глубже намного. Я смотрю очень многих блогеров, и, допустим, у них мысли такие, что многие перескочили только на нишу, потому что ниша дает больше эмоций. А мне как раз-таки ниша не дает больше эмоций. Я пытаюсь с ней подружиться, я знаю, у меня, кстати, будет несколько обзоров. Но, кстати, хорошие обзоры, да. Я ничего не могу поделать. Не милей вот это вот дело. Первое, что я услышала, я не знаю, не читала ноты, это такая темная, притемная вишня, шоколад и кожа. Ну, это чисто мое восприятие. И даже какой-то вот, может быть, дорогой табак, может быть, немного даже дорогая табачная трубка с дорогим табаком, которым я, кстати, тоже сделала видео, но я зашиваюсь, поэтому все придет в свой час. Некоторые даже обижаются на меня и поторапливают, почему это ты до сих пор не выпустил, почему то, потому что, потому, потому что я делаю столько, сколько я делаю. Если я поставлю все в один день, то у меня и так-то цены моей, как бы, блогерской нет, как бы ютубовской, как многие считают, из троллей. А тут она полностью вообще обесценится. Не важно, что я говорю, как говорю, хорошо или плохо, если это слишком часто, это будет приедаться. Поэтому я и так делаю очень часто, раз в день. По-моему, это больше достаточно. Ну, он же класс! Он кайф! Сейчас почитаю, почитаю. Такая бутылочка, точь-в-точь, как здесь, только здесь еще немножко по бокам золото. Принадлежит к восточно-древесной группе. Основные аккорды – теплый, пряный, древесный, бальзамический, ароматический и почулевый. Как только скажут почулевый и бальзамический, это уже, считай, тоже намек на сексуальный парфюм. Ну и там такой, конечно, мужчина, хоть куда, в самом расцвете сил на картинке. Там три картинки. Так. Парфюмер, который создал это творение, это Джерард Энтони. Аромат для мужчин. Принадлежит к восточно-древесной группе. Выпущен в 1990 году. Верхние ноты – кориандр, бергамот, лавр. О, лавр – это очень редкое явление. Гардамон, корица, гайбаном – это полынь, которую я обожаю. Перец и чебрец. Средние ноты – белый кедр, пачули, сандал, кипарис, базовые ноты, дубовый мох, мускус, ваниль, мед и лавданум. Ну, просто кайф. То есть, наверное, вот этот мед, вот эта вот сладость, может быть, с какого-то дерева, именно пчела прилетела с дерева черри, то есть вишневого дерева. Насколько он интересный, он так играет. И опять же, 1990 год. Тогда еще Ифра не запретила древесный мох как ингредиент. Тогда было все натурально. Я очень уверена, что вот эта бутылка у меня именно с того года, потому что запах просто непревзойденный. Я не знаю, вряд ли они делают такие миниатюрки современные. Это просто сохранилось на пыльной полке одного маленького магазинчика, в одном маленьком магазинчике, который я купила. В котором я купила парфюм. И который я купила уже как собственность. Хотя уже, наверное, можно скупать. Полностью купить весь магазин и потом вам рассказывать всю жизнь про парфюмы. Вот знаете, опять что я могу сказать. это уже второе со мной происходит. Что я хочу иногда приобщаться к мужским ароматам, что у меня всегда плетило. Для меня это было ну просто impossible. Невозможно. А сейчас я считаю, что невозможно и возможно. Аромат просто прелесть. когда-нибудь увидите, обязательно возьмите. Так, я сбегаю за водой. Секунду. Так, сбегала. Для освежения альфакторной памяти, вернее, которой нет памяти. Потому что я это первый раз нюхаю. Ну что я скажу. Для освежения восприятия. Классный аромат. Он действительно такой вот тягучий и мощный. И в то же время не такой мощный, что как противный, что тошнит. Нет. А мощный, что хочется притянуться. Я почитаю один отзыв. Написала Татьяна Пилогетча. Бальсиан Ага Ом это пачули виднецианского карнавала. Лицо мавра, открытое под бирюзовыми бархатным платом. Неузнаваемо до того момента, когда наконец-то позволяет себя обнаружить вдали от толпы. Гранд парфюм, который создает драгоценный кабошон, округляя альфактные грани и выступающие углы. Кто-то пишет здесь, что купил 10 мл, впечатлившись отзывами, согласен с коллегами. Напор бульдозерский мне понравилось. Так вот этот товарищ растопал все вокруг мощью, мрачностью, силой. А мне нет. И вот это первый парфюм. Сегодня не ухожу за день, но мне классно. По делу могу сказать сильно бодзамический. Редкий случай, когда 10 мл достаточно. А я как раз скажу нет. Мне кажется, нужно купить бутылку, по крайней мере сбрызгать ее на четверть, чтобы понять о чем речь. Иногда с первого занюха бывает такое впечатление, когда человек ее носит в разное время года, в разных обстоятельствах. Это уже конкретный обзор. То есть у меня знакомство. А у него идет как обзор. Мне кажется, надо подождать. Не знаю, или это моя кожаная куртка, или что так пахнет кожей. Ну, просто, я не знаю, я обольстилась. густое, липкое, черно-смородина варенье в стеклянной банке, написал прогрессмен, к которому присоединяется грузинская ловушка в бумажном пакетике из бабушкиного шкафчика. Мощное, через букву Э, ну, как это, как КОТЭ, мощное, ну, и так далее, и тому подобное. Мне запах нравится, но носить его как парфюм совсем не тянет. Опять же, кто-то настолько привык к современным ароматам, для него вот это будет действительно слишком ретро, да, а для меня лично это будет просто вау и ах, потому что каждый раз, когда я пытаюсь нюхать современные парфюмы, особенно мужские, я редко когда что-либо ценю. Я могу оценить пирамиду и работу художника, но это не будет близко моей душе, моему сердцу. А вот это, ну, это будет. В общем, я очень рада, что я купила. Он не такой уж и дорогой. Уж на то пошло, даже вот тот блогер, которого я смотрю, его зовут Сент-Лэнд, это он так себе говорит, у него такое предисловие. И он тоже предпочитает в пределах разумного покупать парфюмы по такой цене, чтобы они не завышали свою эмоциональную стоимость. Потому что когда парфюм слишком завышает стоимость, эмоциональная стоимость уже как бы снижается, потому что ты слишком много потратился и тебе не должно придавать такого омрачения. А это в самый раз. Мне кажется, такое можно еще купить где-то там, может быть, на других сайтах. Я советую. Вы попробуйте. Говорю всем, и мужчинам, и женщинам. Мне кажется, женщины, которые это купят своим мужчинам, тоже должны это оценить на коже. Ну все. На этом я заканчиваю свой репортаж. С вами была Силва Батафлай, Серебряная бабочка. Всем всего хорошего. Пока-пока.